Американские компании больше не смогут скрывать свой углеродный след, пишет Робинсон Мэйр на страницах Атлантик. Начиная со следующего финансового года, крупнейшие публичные компании США, такие как Walmart, Apple, Backshire, Hathaway и ExxonMobil, должны публиковать данные о своих выбросах парниковых газов. Это правило — большой шаг в борьбе за экологию. Оно сигнализирует о растущей важности проблем климата в деловом мире. Apple, Amazon и другие технологические компании уже публикуют большую часть подобных данных. В каком-то смысле правительство требует от предприятий отчитываться за свои выбросы точно так же, как если бы это была финансовая отчетность. Публикация данных о климатических рисках, которые могут выйти из-под контроля, настолько разумна, что автор удивляет тот факт, что подобные правила вводят только сейчас. Это показывает, сколько времени потребовалось правительству, чтобы понять разрушительные масштабы изменения климата, заключает журналист. Стриминговая революция многим не по карману. Пришло время пересмотреть свои подписки, пишет автор газеты Guardian Марк Суини. Автор начинает статью словами о том, что зрители живут в золотой век телевидения. Шоу, фильмов и спортивных трансляций сегодня больше, чем когда-либо в истории вещания. Но стоимость доступа к ним выросла в круглую сумму, поэтому многим пользователям придется задуматься, могут ли они позволить себе стриминговую революцию. Феномен глобального потокового вещания привел к запуску беспрецедентного количества сервисов, в основном платных. Среди них как стриминги, например, Netflix, Amazon, Disney+, так и поставщики платного телевидения. В Европе это Sky, BBC и другие. В условиях, когда инфляция достигает 30-летнего максимума, а цены на энергоносители неизменно поднимаются, растущая стоимость всего от продуктов питания до бензина заставляет домохозяйство затянуть пояса потуже, указывает автор. Телевизионные и видеосервисы спасли британцев и жителей других стран от скуки в условиях самоизоляции. Общественно считают, что эти услуги дешевы, и они, безусловно, были таковыми. Но теперь они быстро переходят из разряда малозаметных к категории ощутимых и регулярных трат, говорит Том Харрингтон, глава телевизионного отдела Enders Analysis. Издание подсчитало, зрителям, которые не могут пропустить лучшие предполагаемые программы от футбольной премьер-лиги и лиги чемпионов до блокбастеров и телевизионных драм, таких как Корона и Острые Козырьки, придется тратить в среднем около 200 фунтов стерлингов в месяц или около 2500 стерлингов в год, что приблизительно равняется полутора миллионам тенге. О змеином кургане в американском штате Огайо. Курган, расположенный на юго-западе Огайо, представляет собой гигантский земляной холм в виде змеи и самое большое в мире изображение этого пресмыкающегося. Считается, что объект был построен около 900 лет назад, хотя некоторые ученые утверждают, что это место намного старше. Здесь не было найдено ни человеческих останков, ни артефактов. Поблизости находятся могилы, вероятно возведенные около 500 года н.э. Змеиный курган принадлежит классу сооружений, называемых курганами-чучелами, которые обычно строились в форме птиц или животных, таких как медведь, рысь, бизон и другие. Он расположен на краю метеоритного кратера. Сам змей имеет ширину от 6 до 7,5 метров и возвышается примерно на 1 метр над окружающим ландшафтом, а скала, нависающая над ближайшим ручьем, изображает голову змеи. Поначалу трудно было понять, какова цель этого холма, поскольку он не использовался для захоронений. Но позже стало ясно, что возвышенность действует как календарь. Закат в день летнего солнцестояния совпадает с головой змеи, а изгибы хвоста не отбрасывают тень в период зимнего солнцестояния, говорится в статье. По данным Ohio History Connection, змеиный курган Вагайо был выбран в 2008 году Министерством внутренних дел США для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На Луне и Марсе проведут высокоскоростной интернет. Ресурс Space.com передает, стартап Aquarian Space из США объявил о запуске проекта интернет-связи между Луной и Землей. Инвесторы уже выделили 650 тысяч долларов на разработку широкополосного интернета, который позволит вести стримы в 4К-разрешении. Проект хотят реализовать в течение пары ближайших лет, а старт ракет запланирован на 2024 год. Сеть под названием SolNet будет проведена на коммерчески доступных скоростных спутниковых коммуникационных системах. Скорость передачи при этом достигнет около 100 мегабит в секунду. Сейчас Aquarian Space занимается техническими консультациями и переговорами с компаниями, которые сотрудничают с НАСА по лунной программе. Субтитры создавал DimaTorzok